У нас в этом году, как и каждый год, приходит Министерство аграрной политики, инициирует и проводит выставку достижений сельского хозяйства нашей страны. И в этом году Агро-2013, ну, здесь представлены каждый регион нашей области, представляется, в том числе и в каждом регионе, особенно вот южные регионы, если мы зайдем в 7-8 павильоны, то увидим и в Одесской области, и в Крыму, и в Николае, и в Херсоне, много продукции, которые представили виноделы, которые находятся в этих регионах. Но отличие этой выставки от предыдущих, мы все-таки попросили ведущих винодельческие предприятия, вот у нас, сзади нас 6-й павильон, значит, и здесь параллельно, отдельно, значит, виноделы представили тоже свою продукцию. Ну, сегодня рыночные отношения, и все прекрасно понимают, что при любом удобном случае необходимо заявлять о себе, необходимо показывать, что мы есть и так далее. Тем более у нас получается как, что мы, все-таки продукция наша сегодня уже не секрет, что она стандартов мирового качества, значит, и мы даже вот, я об этом недавно говорил, что мы 2 месяца назад были даже в Париже, в самом сердце Парижа, непосредственно в МОВ, Международной Организации Вина и Виноделов, представили свои продукции, получили очень высокие оценки самых ведущих мировых виноделов, коллекционеров, значит, все это было освещено в прессе и так далее. Ну, надо и в стране нашей об этом говорить, что у нас же есть продукция, поэтому сегодня это все представлено, много сюда людей заходят, много смотрят, много пробуют, значит, и очень довольны и все-таки тем, что у нас на Украине есть такого качества, высокого продукта. Значит, сегодня вот сейчас в 10 часов мы будем проводить здесь круглый стол, значит, мы приглашаем и посетителей выставки, ну, в первую очередь специалистов предприятий и объединений общественных, значит, поговорить о перспективах развития виноделия. Что мы здесь хотим? Мы хотим, во-первых, рассказать о проделанной работе, и которую мы сегодня делаем, особенно на законодательном уровне, что мы подготавливаем и пытаемся адаптировать законодательство, существующее украинское, к европейским и к мировым стандартам, и пытаемся, чтобы оно было комфортным для развития наших, непосредственно, производителей отечественных. Поэтому сегодня мы расскажем, что мы делаем, выслушаем, какие еще есть проблемы, значит, обсудим пути наших действий дальнейших, для того, чтобы все-таки улучшалось и улучшалось законодательное поле и помогало развиваться производителям. Самый больной вопрос в нашей отрасли, это, конечно, мы не хотим, чтобы была утеряна государственная поддержка. Почему? Потому что, ну, очень специфические эти отрасли для того, чтобы инвестировать в них деньги большим крупным капиталистам, значит, специфическое тем, что отдачу не в первый год получаешь, а через несколько лет. Посадить дерево и ожидать, когда оно заплодоносит, естественно, это проходит несколько лет. Посадить виноград и ожидать, когда оно заплодоносит, и ты сделаешь вино, и его продашь, это тоже проходит несколько лет. Поэтому еще с 99-го года государство поставило свое плечо и, в принципе, большой эффект получило. Значит, мы не только сохранили с 90-х лет, с 99-го года, вернее, с 2000-го года, ту урожайность, которую получали, допустим, на виноградниках, но и увеличили ее. Даже несмотря на то, что падение было количества гектар, значит, а за счет интенсификации, значит, мы сейчас получаем больше и качественнее, и лучше продукцию. Поэтому, ну, этого недостаточно. Нам надо в 10 раз больше иметь того, чего мы сегодня имеем, как плодово-ягодной продукции, так и виноградарстве и виноделии. Поэтому сегодня мы сейчас вместе с виноделами пытаемся подключать депутатский корпус, подключать наше правительство для того, чтобы все-таки не утратить ту поддержку, которая была от государства, и дальше развивать отрасль.